Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который на вашей стороне, причем всегда на вашей стороне. И мы продолжаем разговор о ноотропах и о кортексине. Почему мы вынуждены вернуться к этой теме? Дело в том, что наше предыдущее выступление породило небольшую полемику в комментах. И нам, честно говоря, это очень нравится. Ну, а для тех, кто не знает, что такое препарат кортексин, мы расскажем о нем в двух словах. Это гомеопатический практический препарат, дозы которого приблизительно в сотни, а то и тысячи раз меньше, чем доза аналогичных препаратов, которые действуют на человеческий мозг и являются ноотропами. Более того, вот этот гомеопатический характер препарата, конечно, это не истинная гомеопатия, потому что там нет никаких там разведений, встряхиваний, это просто сразу кладется малая доза препарата. Но фактически вот этот гомеопатический характер препарата признают и сами создатели этого препарата. Мы потом чуть позже покажем фотографию этого человека. И вот эти люди пишут, что это микродоза препарата, что они никак не влияют на обмен веществ в организме, что этот препарат не имеет побочных эффектов. То есть, это, в общем-то, вкус у этого препарата как вода. И вот тут выяснилось две точки зрения. Первая точка зрения, она, в общем-то, достаточно своеобразная. То есть, врачи говорят, ну а что такое, всем известно, что кортексин ни на что не действует. Что там, собственно говоря, об этом рассказывать и зачем поднимать этот вопрос? Ну, вода и вода. А мы тут в заголовке вынесли такое очень важное, ну, как бы слово, не убивайте на кортексине. Может ли препарат, который назначается в микродозах, который не влияет на обмен веществ, который никак не действует на организм, нет побочных эффектов, может ли он убивать? В общем, следующая точка зрения, она, ну, скажем так, она не то, что противоположная, она совершенно другая. Это точка зрения сторонников кортексина. Что им не понравилось в предыдущем ролике? И мы даем слово этим людям, потому что у нас этический канал. Значит, пишут о том, что мы сосредоточились на двух показаниях. Вы знаете, что существуют фейковые диагнозы. Это химодеп, то есть, диагнозы несуществующих расстройств. И вот мы на них сосредоточились, рассказ свой ввели о том, как кортексин, то есть, гибридная гомеопатия, действует на фейковые заболевания, на фейковые диагнозы. Нам говорят, что у препарата гораздо больше показаний, раз. Потом очень интересно, что говорят о том, что мы зря проходимся по поводу безграмотных ученых. Хорошо, если вам не нравится, что мы ученых называем безграмотными, отныне мы любых ученых, какую бы чушь они ни говорили, мы будем называть грамотными. Но самое интересное, вот с чем мы никак не можем согласиться, говорят о том, что медицина не является точной наукой. И врачи могут лечить пациентов чем угодно. Мы с этим согласиться никак не можем. Выявились две точки зрения, что это вода, которая абсолютно безопасна. Другая точка зрения, что препарат имеет место быть. Он может быть показан при других неких заболеваниях, кроме фейковых хима и депа. Поэтому мы решили еще раз вернуться к этой теме. Итак, что еще есть в показаниях кортексина? Есть комплексная терапия, нарушение мозгового кровообращения, и расстройство памяти при, скажем, нарушении мозгового кровообращения. Ну, надо вам прямо сказать, что вообще-то говоря, самым тяжелым расстройством нарушения мозгового кровообращения является ишемический инсульт. Это наиболее частое и наиболее тяжелое нарушение мозгового кровообращения. Надо вам сказать, что на сегодняшний день хорошо выяснено, почему возникает ишемический инсульт. Основных причин две они здесь показаны. Это артериальная гипертензия и фибрилляция предсердия. Сейчас мы расскажем, в каких это все соотношениях находится, и как это все формируется. Как видите, мы здесь ссылаемся на данные научных исследований. Эти данные научных исследований выполнены на миллионах пациентов. И мы не можем игнорировать данные научных исследований, чтобы не говорили о том, что медицина – это не наука. Я считаю, что утверждать, что медицина не является наукой, является зашкваром и, в общем-то, безумием в наше время. Итак, артериальная гипертензия, высокое артериальное давление. Этим заболеванием страдает от 39% мужчин до 41% женщин. Наверное, эти цифры в нашей стране еще выше, потому что многие больные, практически подавляющее большинство, не знает даже, что они больны артериальной гипертензией. А уж что там говорить по поводу того, чтобы лечить артериальную гипертензию. Не лечат они артериальную гипертензию. Что происходит дальше? Из-за того, что давление высокое, то сердцу, это наш насос, ему приходится качать сильнее. То есть, ему приходится преодолевать сопротивление к рою более высокой, потому что давление более высокое. И тогда мышца сердца начинает увеличиваться, или врачи говорят, мышца сердца начинает гипертрофироваться. Дальше этот процесс продолжается и переходит на другую камеру, которая выше, и которая называется предсердием, и оно тоже гипертрофируется. И беда состоит в том, что вот предсердие, там находится множество проводящих пучков, и эти проводящие пучки, они проводят электричество и регулируют сокращение сердца. Так вот, когда происходит гипертрофия предсердия, то начинается электрическая нестабильность вот этой мышечной оболочки предсердий. И в результате этого начинается нарушение, которое называется фибрилляция предсердия, или трепетание предсердия. То есть предсердие сокращается беспорядочно. И поскольку оно сокращается беспорядочно, то в этой камере создается условие для образования тромба. И когда этот тромб образуется, а это неизбежно, вот этот тромб начинает стрелять по ходу артерий, самых ближайших, которые идут в мозг, попадает в мозг, происходит закупорка артерии мозга, и часть мозга очень значительная отмирает. Гораздо реже это бывает нестабильной оторвавшейся бляшкой сонной артерии, но чаще всего источником тромбообразования является сердце. Таким образом, артериальная гипертензия вместе с сердцем, то есть вместе с фибрилляцией предсердий, с трепетанием предсердий, уделали мозг. И вот дальше, после того, как нарушается коробращение в головном мозге, происходит ишемический инсульт, а дальше смерть, а дальше, если человек выжил, то деменция, потому что множество клеток погибло, и думать такому человеку становится нечем. Очень важно понять, какое артериальное давление является наиболее значимым. Конечно, систолическое артериальное давление, то есть верхнее артериальное давление, которое тесно связано с вот этой гипертрофией миокарда, когда приходится преодолевать высокое давление, чем оно выше, тем больше гипертрофия, тем больше гипертрофия желудочка, предсердий, и возникает инсульт, и, соответственно, возникает поражение головного мозга, возникает деменция. Вот я хочу привести тем людям, которые считают, что медицина не является наукой, я хочу привести исследование, выполненное на 4 миллионах больных в Западной Европе. Там было показано, что повышение артериального давления на 20 миллиметров тутного столба за несколько лет до обследования является важным фактором риска сосудистой деменции, то есть инсульта, отмирания клеток и развития сосудистой деменции, причем в любом абсолютно возрасте, будь то 70 лет, 80 лет, 50 лет, 60 лет и даже 90 лет, все равно это все работает. Что еще вызывает повреждение головного мозга, что еще связано с артериальной гипертензией? Дело в том, что у человека в норме есть очень хороший защитный механизм, который позволяет отбрасывать часть крови в аорту из артерий мышечных, которые могут сокращаться, они могут держать градиент давления, и лишняя кровь не доходит до мелких артерий, которые фактически лишены вот этой мышечной защиты, легко повреждаются, и вот лишняя кровь туда не поступает. Вся беда в том, что при артериальной гипертензии без всякого атеросклероза вот эти артерии мышечного типа становятся жесткие, и поскольку они становятся жесткие, вот этот механизм уже не работает, кровь не отбрасывается в нормальном количестве. И кроме того, жесткая аорта становится. Если раньше она была эластичной достаточно, она могла принять на себя вот эту вот лишнюю кровь, то теперь она этого не делает. В результате вот этот вот гидростатический удар, он достигает головного мозга, и тоже возникает, если там возникали от ишемии, от вот этого тромбоэмболии, возникали крупные ишемические инсульты, то здесь возникают мелкие инсульты, которые тоже, как вы понимаете, соображение человека не улучшают. Вот здесь данные фрамингенского исследования, артериальная жесткость, когнитивное нарушение деменции. Я не могу не похвалить тех людей, которые сделали такое научное исследование, которые показали, что именно из-за артериальной гипертензии, из-за жесткости артерии, из-за жесткости аорты возникает деменция, там болезнь Мальсгеймера, любые когнитивные нарушения, здесь очевидная связь. Поэтому основное, чем должны заниматься врачи вообще в нашей стране, любые врачи, неврологи, кардиологи, психиатры, если они хотят заниматься профилактикой сосудистой деменции, то они должны заниматься профилактикой ишемического инсульта. И здесь все понятно, что работает. Ну, возникла фибрилляция предсердий, значит, нужны антикоагулянты. Понятно, что основной яд – это артериальная гипертензия, значит, надо лечить артериальную гипертензию, надо ее контролировать. Понятно, что атеросклероз тоже добавляет проблем, поэтому нужны статины, поэтому нужны антиагреганты. И у кого-то, конечно, там, если можно, при стенозе внутренней сонной артерии, то можно сделать операцию, но это бывает очень и очень редко. Соответственно, те люди, которые не занимаются профилактикой ишемического инсульта, они фактически занимаются убийством своих больных. А те больные, которые не хотят этим заниматься, они совершают самоубийство. Так как же кортексин совершает убийство больных? Очень и очень просто. Вообще, существует очень простая манипуляция. Вот вы здесь видите карманник, который выхватывает что-то у человека. Заметьте, это очень полезная вещь. Манипулятор отвлекает внимание жертв. Он сбивает с толку. Он говорит, вот, пойдем на симпозиум. И жертве там рассказывают что-то значимое, относящееся к нему. Ну, например, что кортексин используется при нарушении мозгового кровообращения. И вот в этот момент, собственно говоря, и происходит переключение вашего внимания. То есть, вместо того, чтобы заниматься профилактикой ишемического инсульта, профилактикой тромбоэмболей, вы начинаете назначать фейковый, гомеопатический препарат, и тем самым сбиваете с толку не только себя, но и больного. Тем самым вы уменьшаете его шансы на выживание. Противоядие это, этому только одно. Всегда быть на чеку, сохранять бдительность и не отвлекаться на что-то постороннее. Почему я это говорю? Вот здесь перечислены ученые. Я их уже, как вы понимаете, теперь называю грамотные ученые, которые считают, что гомеопатический препарат гибридной гомеопатии, кортексин, помогает при нарушениях мозгового кровообращения. Вы здесь видите Четуз Карамцов, вы здесь видите Академика Рам Скворцова, вы здесь видите, наконец-то красненьким выделено. Это господин Дьяконов, который, собственно говоря, является автором этого самого кортексина. Я его специально выделил. Так вот, когда они ваше внимание отвлекли, что выберет невролог и его больной? Конечно, он выберет средство, которое улучшает мозговое кровообращение. Пускай оно даже и не действует. Тем более, что в отношении препаратов, которые лечат артериальную гипертензию и которые реально помогают и спасают больных, существует мнение, что они вредны, что таблетки от гипертонии приводят к депрессии и тому подобное. Вот почему я считаю, что кортексин и использование кортексина убивает. Потому что отвлекает от настоящей профилактической работы. Может быть, именно в силу этого в нашей стране огромное количество инсультов. Я не знаю, на каком месте, это довольно старые данные, на каком месте мы сейчас по количеству инсультов, может быть, не на втором, может быть, не на третьем, может, не на первом, может, там, на четвертом, я не знаю. Но то, что я точно знаю, что некоторое снижение количества инсультов Никак не запишешь насчет неврологов, кардиологов и терапевтов, которые там совместно объединившись начинают бороться с фейковыми диагнозами ДЭПом и ХИМом, начинают рассказывать о том, что ни кортексин, ни гибридная гомеопатия могут спасти больных. Не с этим дело связано, а с деятельностью фармацевтических компаний, которые нам рассказывают про необходимость назначения антикоагулянтов. Но тем не менее цифры инсультов в нашей стране все равно остаются чудовищными. И нашу страну, Россия, видите, она выделена черным, то есть у нас наиболее высокая заболеваемость инсультом. Нашу страну по праву можно назвать страной инсультов и страной кортексина. Я считаю, что эти вещи взаимосвязаны. И пока у нас будет в стране назначаться кортексин при нарушениях мозгового кровообращения, конечно же, у нас будет много инсультов. Что я предлагаю? Я предлагаю врачам ни в коем случае не уподобляйтесь грамотным ученым. Какие бы грамотные они не были, каким бы академиками они профессорами не были, безграмотным тоже не надо уподобляться. В конце концов, за смерть больного и за его инвалидность отвечает врач. Будьте честны с самим собой. Будьте честны с своими больными. Что я предлагаю? Я, конечно, понимаю, что многие врачи не смогут сразу отказаться от кортексина. Неврологи, я имею в виду, не смогут сразу отказаться от кортексина. Но давайте сделаем хотя бы день свободный от кортексина. Вот очень удобный день – это 10 апреля. Это день движения сопротивления фашистам на оккупированных территориях. Давайте хотя бы вот этот день 10 апреля мы с вами проведем без кортексина. То есть мы не будем назначать больным кортексин. Мы не будем советовать им принимать кортексин. И наоборот, мы будем этот день отговаривать больных от того, чтобы они принимали кортексин. И наоборот, будем уговаривать больных заниматься предотвращением тромбообразования. То есть антикоагулянты, антиагреганты. Мы будем стараться назначить им препараты для лечения артериальной гипертензии, статины. И я думаю, что у нас дело постепенно сдвинется с мёртвой точки. И то огромное количество инсультов, которые у нас есть сейчас, всё-таки снизится. Я верю в вас. Я очень на вас надеюсь. Спасибо за внимание.